В селе Богатое произошел инцидент, в результате которого в педофилии обвиняют 34-летнего насельчанина. Мужчина обманным путем увлек 8-летнюю девочку на спортплощадку, а затем с силой и угрозами затащил в кусты. Мы встретились с мамой девочки, которая рассказала нам все, что ей известно. Мама девочки Мария Македонская ведет нас от детской площадки, откуда 34-летняя насельчанина увел 8-летнего ребенка, якобы в поисках соседской 11-летней девочки. Позднее мы узнаем, что педофил действительно искал соседскую девочку и, не найдя, решил удовлетворить свою похоть с другим ребенком. На детской площадке осталась младшая сестричка девочки, 4-летний ребенок, который односельчанин дал куклу, чтобы она не искала свою сестру. Дальше 8-летний ребенок вместе с односельчанином, который держал ее за руку, проследовали мимо церкви и школьного уличного туалета. Только начинала вечерить, но на спортплощадке, справа от которой находится школа, слева стадион, никого не было. Мама Мария рассказывает, как она поняла, что с ребенком что-то произошло. Она вернулась с работы из теплиц, девочка держала в руках куклу. Я говорю, что у тебя за кукла? Она говорит, ну, этот дядя мне, я не могу говорить имя, подарил мне. Я говорю, подарил, подарил. Проходит дня два, как бы я говорю, не поняла. Говорю, а деньги? Она сначала подумала, что деньги нашла. Сказала мне, что деньги нашла. 50 гривен, и у нас был футбол, как бы. Я говорю, ну, все-таки стадион рядом, говорю. Вдруг кто-то потерял, нашла. А Никита, ну, не поверила. Думаю, нет, что-то тут не то. Вы сами понимаете, что маму материнское сердце не обманешь. Я говорю, Катюша, давай поговорим, говорю с мамой, мама не будет ругать тебя, не бить, не будет. Что-то ты обманываешь меня, что-то, ну, вот, видно по ребенку, у нее, она изменилась за последние дни эти. И я спросила у нее, она не стала говорить, она побоялась. Я говорю, давай, а то, что психолога, может быть, вызовем, говорю, или милицию. Вот так подумаю, говорит, нет, я тебе расскажу. И она стала рассказывать, что вот этот мужчина, я не буду говорить, кто это, извините за выражение. Если я честно скажу, если бы я дали как маме, я бы просто его порвала в одну часть, вот и все. Чтобы таких не было, извините меня, за выражение идиотов. Она мне рассказала, что мне купил этот дядя куклу. Говорит, мы искали соседскую девочку, но не нашли. Он меня потянул на турники. Говорит... Вот, которые за вас искали? Да, вот эти турники, говорит, поискать соседскую девочку. И при тем, как потянул, показал и потащил ее в кусты. И, извините, раздел, но стал руками трогать туда-сюда. И, извините, педофил. Я не могу... Следствие продолжается. Почему девочка сразу не рассказала маме? Потому что, затаскивая ее в кусты, он угрожал убийством. И если она кому-нибудь расскажет, он ее закопает. После признания дочки, женщина, позвонив своей старшей дочери, вызвала полицию. Настильчанина забрали в полицию для допроса. Мама девочки до сих пор не знает, на основании чего его выпустили. И он теперь свободно ходит по селу. При этом следствие продолжается. Ее дочь уже прошла медэкспертизу, побывала в зеленой комнате и пообщалась с психологами. Он искал конкретно вашу дочь или кому-то другую? Вообще-то, она сказала, что он искал соседскую рашву. 11-летнюю девочку? Да, да. Я не буду говорить имя. Да, он искал ее. Он как бы тоже покупал ей мороженое, то все, ну, как бы вот так. Ну, наверное, то, что он не нашел. И дочка сказала, что он был пьяный. А может быть, даже и обкуренный. Я знаю, что он курит. И все силуэты знают. Когда забрала полиция педофила, его мать вначале спросила Марию, почему она не обратилась к ней, и они бы все решили. А затем еще приходила домой к двум девочкам и угрожала. Маме девочки тоже угрожал один из родственников, что подключит свои связи и их вывезут из села. Богатянский педофил уже имеет судимость. Женщина не знает, по какой статье. Он также проходил лечение в психотделении. Так как семья пострадавшей девочки ощущает давление со стороны некоторых родственников педофила, которые уже успели нанять для адвоката, то она обратилась к журналистам. Единственное желание мамы девочки – довести дело до суда, которое определит справедливую меру наказания. Я все равно его накажу. Пусть я во все двери буду, если он меня услышит по-любому. Я во все двери пойду. Если у них есть деньги, это не означает, что они купят всех. Я буду во все двери стучаться, какие у меня есть. Я достучусь. Такого, как он, чтоб не было. Потому что все поколение есть. Сейчас замнут это дело. Так через 5-10 лет он может то же самое повторить с другими детьми. Если у всех материнское сердце, я не остановлюсь, я дойду до конца. У меня ничто, никто не остановит. Ни их деньги. Ничего. Наталья Слободяна и Юрий Слободяна. Бессарабский метеохолдинг.